В эфире Еда. Живая и мертвая. Программа о том, что есть, чтобы не болеть, не толстеть и жить дольше. Во время наших съемок я обожаю наблюдать за профессиональными поварами. Как они режут, что добавляют, как варят и жарят. Кое-что из их вкусных секретов можно применить и на домашней кухне. Мы подобрали пять примеров. Многие не любят готовить, потому что не хотят долго возиться с подготовкой продуктов. А ведь есть облегчающие дело хитрости. Вот, например, чеснок. Шеф-повар Антон Романов знает, как почистить его быстро и практически не прилагая усилий. Для этого нам понадобится микроволновка и какое-нибудь блюдце, где мы будем разогревать. Кладем чеснок в блюдце и на 10 секунд отправляем его в СВЧ. Готово. Теперь шелуха сама отстает от чеснока. Если нет микроволновки, можно просто замочить головку в горячей воде. А когда требуется всего 2-3 зубчика, почистить их поможет сковорода. Все, что нам надо сделать, это ударить по чесноку. И он очень легко чистится. Вот, пожалуйста. Если чеснока надо много, можно высыпать зубчики в банку, плотно закрыть ее крышкой и потрясти, как шейкер. Шелуха сама отпадет. Все, чеснок готов. Его надо просто отложить. Упростить можно и размораживание, например, рыбы. Надо положить ее в холодную соленую воду. На килограмм рыбы 2 литра воды и 15-20 граммов соли. Она ускоряет таяние льда. Мы провели опыт. На полчаса оставили 2 замороженных форели. Одну в воде с солью, вторую в пустой чаше. В соленой ванне рыба оттаяла быстрее. Как вы видите, она мягкая, полностью разморозилась. И ее можно уже готовить. Чистить. А та, которая стояла, как вы видите, у нее даже еще лед остался. Чтобы после разморозки рыба легче чистилась, нужно ошпарить ее кипятком и сразу положить в воду со льдом на несколько минут. Теперь кожа легко снимается и без ножа. Точно так же можно очистить и картофель от мундира. Много мучений порой доставляет и нарезка продуктов. Особенно если речь идет о луке. Он не только вызывает слезы, но и распадается, выскальзывая из пальцев. Неудобно? Мастер по карвингу, художественному вырезанию по овощам и фруктам, Мария Озерова, предлагает маленькую хитрость. Не разрезать луковицу полностью. Отступаю полсантиметра от основания лука и нарезаю вдоль. И теперь нарезаю его поперек. Готово! Получились ровные и мелкие кубики лука. Свои секреты есть и для нарезки других овощей и фруктов. Например, авокадо. Нужно нарезать мякоть полосками или ромбами и ложкой вынуть из кожуры. Если плод спелый, сделать это не составит труда. Легко можно расправиться и с арбузом. Его надо сначала разделить пополам, затем сделать в кожуре дырки и вставить в них шпажки. Остается только нарезать на кусочки, и можно подавать. Интересные тонкости есть даже в таком простом деле, как варка макарон. Бренд-шеф Антон Каллер освоил новый итальянский прием. Вначале он, как обычно, засыпает пасту в кипящую воду. Поварили буквально пару минуточек на сильном огне, и теперь убавляем огонь и по новой технологии потомим на медленном огне, так, чтобы пузырьки воды не разрушали структуру макарона. Некоторые повара вообще выключают плиту и дают макаронам дойти так, уверяют, что продукт получается сваренным, но при этом интересно плотным. Чтобы макароны не слипались, надо еще и правильно рассчитать количество воды. На один литр всего 100 граммов продукта, не больше. Много воды лучше использовать и при варке круп, так они получаются более рассыпчатыми. Молоко в кашу лучше добавлять в последний момент, когда все уже сварилось. Так можно избежать пригорания и убегания. Но в блюдах, конечно, важнее всего вкус. Шеф-повар Антон Сальников знает, как его улучшить без сложных ингредиентов. На помощь приходит чеснок в самой его деликатной форме. Он яркий по вкусу и всегда хочется добавить немного, наверное, остроты и пикантности чеснока. Но не все его любят, он не у всех хорошо усваивается. Антон срезает половину головки, насаживает на вилку и перемешивает ею содержимое сковороды. Мясо и овощи напитаются запахом чеснока, но излишней навязчивости не будет. Также можно использовать и лук. Например, при жарке блинов. Антон насаживает на вилку половину луковицы, обмакивает ее в растительное масло и смазывает сковороду. Куст лука, он передается блинам, и вот легкий аромат и пикантность, она будет чувствоваться в блинах. Кроме того, это позволяет не лить слишком много масла. Оно равномерно распределяется по сковороде. А вот при жарке самого лука повара часто применяют другой трюк. Чтобы при жарке наш лук был золотистым, мы в него добавим немножко сахарной пудры. Дело в том, что в луке и так есть сахара, которые во время жарки карамелизуются и придают золотистый цвет. Параллельно происходит так называемая реакция Майяра, когда от соединения с аминокислотами появляются знакомый нам цвет, запах и вкус жареного лука. Сахарная пудра помогает ускорить и усилить оба этих процесса. Но сложнее всего многим приходится с выпечкой. Как приготовить хлеб с хрустящей корочкой и не пересушить его, знает шеф-повар Сергей Фадеев. Удивительно, но в таком горячем деле важную роль играет лед. Наш эксперт кладет его в духовку вместе с тестом. Лед, попадая на керамическую поверхность, сначала тает, потом испаряется. Конденсат отседает на корке нашего будущего хлеба, увлажняя тем самым тесто и помогая ему лучше подниматься. Смотрите, буханка не обгорела и не засохла. Получилась румяная корочка. А если вы печете пироги с начинкой, можно вставлять в тесто трубчатые макароны. По ним варенье будет подниматься и опускаться, но не выбежит на противень. А вообще, в выпечку и десерты повара советуют класть не только сахар, но и соль. Если добавить совсем чуть-чуть, она только усилит вкус. Можно поступить и наоборот. Несладкие блюда с овощами, например, борщ, немного подсластить. Главное – найти свой вкусовой баланс. Те хитрости, о которых мы сегодня рассказали, предельно просты, зато позволяют и время сэкономить, и вкус блюд улучшить. Не успели записать? Этот сюжет, как и все рецепты из программы, всегда можно посмотреть на нашем сайте. Еда.шоу